Здравствуйте! Сегодня снова встретилась с репликой о том, что это утопия, это невозможно. Это по поводу проекта «Созидательное общество», в частности, по поводу репликатора. О репликаторе было рассказано на форуме «Глобальный кризис. Выход есть». Волонтёры создали прямо художественный фильм о репликаторе. И вот многие говорят, что этого быть не может. Ну, можно, конечно, просто сказать, что о мобильном телефоне мы тоже, наверное, сказали бы то же самое пару десятков лет назад. Но, тем не менее, сейчас мы все активно этим пользуемся и не говорим, что это утопия. Так точно так же и о репликаторе. Ещё дополнительная реплика была о том, что этого нигде не описано даже в литературе. Написано. Я не так много читала там какой-то технической или фантастической литературе, но в романе «Час быка» Ефремова там есть репликатор. Он работает, девушка, одна из главных героинь, бросает туда своё платье вечером и вынимает оттуда то, в чём хотела бы быть одета завтра. Она придумывает, в чём бы она хотела, как бы она хотела выглядеть, и какой бы хотела костюм или платье. И достаёт из этого прибора или коробочки из этой то, что хочет завтра одеть. Так что есть. Ну и плюс я хотела сказать, что недавно смотрела видео, интервью с одним из американских исследователей, которые занят тайными космическими программами, и он рассказывал именно как раз, ну, среди всех прочих вопросов, он как раз рассказывал о репликаторе. Он его так не называл, но он рассказывал о том, что есть такой вот прибор или как его там называл, где вот тоже можно из частиц заказать какую-то еду. И это уже работает. Ну, наверное, там диапазон заказов ещё не такой широкий, как хотелось бы, но это уже есть, это уже работает. И ещё я смотрела видео документальное о японской кафешке, где готовят рыбные блюда. Так там вот тоже, там очень подробно рассказывалось, как они к этому пришли. В общем, там тоже из частиц научились делать рыбу. То есть это тоже что-то вроде репликатора. Там даже показывали, как в лабораториях, в лабораторных условиях исследовали, как можно вот из ничего, из частиц любых делать материю любую. И вот они конкретно заняты рыбными блюдами. Рыба и рыбными блюдами. Которую рыбу они не ловят, а вот они её делают вот в этом приборе из частиц тоже, из порошка. А ещё я тоже смотрела как-то, рассказывали о такой же кафешке, только там были овощные и фруктовые блюда, ну, такие более современные, какие там смузи, смеси разные, полезные для здоровья, ещё и обогащённые витаминами. И тоже это всё делается из частиц. И что радует то, что оно полезно для здоровья и без всяких химических добавок. Вот так что строим созидательное общество. И репликатор – это не такое уж недосягаемое чудо. Он уже есть, образцы, и работают. Ну и, конечно же, будет усовершенствоваться. И скоро мы точно сможем получить всё то, о чём говорилось на форуме. Строим созидательное общество. Субтитры создавал DimaTorzok